Сколько стоит оформление первичного ВНЖ в Турции? Сегодня в видео расскажем общие траты при первичной подаче документов на ВНЖ и за что нужно заплатить. И на канале Turki Space меня зовут Владимир. Я Олеся. Поехали! Аренду квартиры мы не учитываем, так как это не то, чтобы траты на ВНЖ, а необходимые траты и без этого никак. Итак, все цены в видео представлены на июль-август 2022 года. Первое, за что нужно заплатить, это оплата нотариально заверенного договора, которая состоит из двух пунктов. Есть один момент, который тебе все же придется оплатить, несмотря на то, что в списке необходимых документов его уже нет. Мы будем приводить цены за двух человек, столько, сколько отдали мы. Итак, перевод загранпаспорта на турецкий. Несмотря на то, что с февраля 2022 года этот пункт исключен из обязательных документов, и теперь миграционная служба не требует перевода, однако нотариус при заявлении контракта аренды без такого перевода ничего делать не будет. В одном из первых видео мы рассказывали, что нужно отбрыкиваться от этого условия, но как узнали много позже, как ни крути, все же придется выложить деньги за перевод. Пройдясь по нескольким нотариусам, ни один не берется за работу, если ты не предоставишь им перевода паспорта, так как ему необходим по закону для внесения в их базу. Вот такой нюанс. Перевод двух паспортов обойдется в 1000 лир. И ты либо можешь сам найти такого лицензированного переводчика, либо прийди к нотариусу, он направит тебя сначала на перевод к тому переводчику, с кем работает. Всегда при нотариусе имеется такой сотрудник. Он находится либо в одном здании, либо в соседнем, неподалеку. Далее оплата услуг самого нотариуса. Сборы за гербовую печать, бумагу, саму печать документов с двух человек. Мы отдали 340 лир. Заверение перевода всех паспортов, заверение копии удостоверения личности владельца квартиры, услуга составления договоров по установленной форме в трех экземплярах, как два тебе на руки, один для Гёчи, один для тебя и третий самому владельцу. За все это сборы составляют 1432 лиры. Или всего за нотариуса с переводом паспортов 150 евро. Нихил так-то. Третий пункт. Покупка страховки на год. Меньший строк в страховых компаниях просто не предусмотрен. С июля 2022 года цены на страховку увеличились вдвое. И в этот раз мы отдали за две годовые страховки с учетом возраста после 35 лет 3600 лир. Цена варьирует с учетом возраста. Чем ты старше, тем больше заплатишь. Госпошлина 446 лир за одного человека для гражданина РФ или 25 долларов. Граждане Беларуси отдадут 39 долларов, граждане Таджикистана аж 560 долларов. И граждане Украины и остальных государств 80 долларов. Плюс к этому еще сбор 160 лир за саму карточку ВНЖ придется заплатить. Пятый пункт. Это оплата справок о счетах из местного банка. Если миграционная служба их запросит. Лировый счет обойдется в 8 лир, долларовый в 44 цента, евровый в 44 цента в евро в эквиваленте. Эти деньги будут списаны с твоего счета автоматически при заказе этих справок. Оплата распечаток всех документов до 100 лир. Оплата фото 150 лир за двоих. Итого все в сумме. Тебе придется отдать 7862 лиры или 438 долларов за двоих для граждан РФ. По поводу перевода паспортов есть один лайфхак, чтобы перевести их один раз и навсегда и не платить больше переводчику. Для этого тебе нужно сделать цветную ксерокопию и подавать везде именно ее, а оригинал хранить у себя. Визуально такая копия неотличима от оригинала. Ну вот, теперь ты знаешь, сколько придется подготовить денег за семью из двух человек. Ну если тебе что-то непонятно, можешь оставить комментарий с вопросом, мы на него ответим. И раз уж ты там уже внизу, то можешь сразу поставить лайк и подписаться на наш канал. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok